Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок пятый. Запись звука Теперь давайте что-нибудь запишем в Reaper'е Создадим трек, двойным кликом Мы будем записывать гитару, поэтому назовем его Acoustic Guitar Теперь мы должны настроить вход И об этом я вам еще не рассказывал Вот здесь можно назначить вход в соответствии с вашим устройством, аудиоинтерфейсом Тем, что подключен к вашему компьютеру Кликаем здесь И мы можем выбрать моно-вход, стерео-вход, MIDI для записи MIDI Или никакой Выберем моно Я записываю акустическую гитару через микрофон, подключенный к третьему входу моего аудиоинтерфейса Поэтому я выбираю вход номер 3 И неплохо бы назвать свои входы Так вы будете знать, что подключено к каждому из них Это делается в окне Preferences Заходим во вкладку Аудио И вот здесь выбираем опцию наименования каналов Включаем ее вот так Сначала для входов Потом отмечаем ее также и для выходов А вот здесь мы можем назвать их В моем интерфейсе 16 входов У вас может быть больше или меньше И здесь мы можем назвать их в соответствии с тем, что подключено к каждому из них Например, у меня к третьему входу подключен микрофон для записи гитары Дам ему соответствующее название Теперь, когда мы зайдем вот сюда Мы сразу увидим, что подключено к данному входу Вместо безымянных входов с номерами я могу выбрать гитарный микрофон Теперь этот микрофон назначен данному треку Трек готов к записи А вот здесь можно включить метроном, чтобы мы могли играть в заданном темпе Теперь включаем на треке готовность к записи, вот здесь Теперь надо отрегулировать уровень громкости на вашем аудиоинтерфейсе Уровень сигнала должен достигать 75% Запись запускается нажатием на эту кнопку Либо с помощью горячих клавиш Ctrl-R на PC и Command-R на Mac И запись начинается Мы слышим удары метронома Но, как видите, мы не слышим гитару Только клик метронома Но мы видим уровень сигнала вот здесь Запись идет, мы просто не слышим гитару в процессе ее записи Это потому, что мы не выбрали режим мониторинга Он включается вот здесь Вот эта кнопка Делаем на ней правый клик И видим несколько опций По умолчанию мониторинг отключен То есть в процессе записи мы не будем слышать гитару Это сделано на тот случай Если вы осуществляете мониторинг через программное обеспечение вашего аудиоинтерфейса Это так называемый прямой мониторинг Либо через микшерный пульт Но если вам нужен мониторинг через Reaper То нужно его включить вот здесь Выбрав входной мониторинг Включим его Давайте это удалим И теперь мы будем слышать гитару в процессе записи Так лучше В этом режиме мы будем слышать гитару, даже если мы ее не записываем То есть если я вот это удалю Запущу воспроизведение И гитарист начнет играть под метроном Мы все равно слышим гитару Хотя и не записываем ее Так работает данный режим Входной мониторинг Но есть и другой Тоже очень полезный режим Вот этот Входной мониторинг Стиль автозапуск при записи Выберем его Теперь если мы будем играть, ничего не записывая Мы видим поступающий на трек сигнал Но мы его не слышим Потому что данный стиль мониторинга подразумевает Что сигнал будет слышен только во время записи Что очень полезно для врезок В таком режиме мы будем слышать сигнал только в процессе его записи Давайте что-нибудь запишем Теперь я выхожу из записи И мы перестаем слышать гитару А если снова записываем То снова слышим То есть данный режим очень удобен для панча Для врезки Только в процессе панча мы будем слышать сигнал Чтобы было понятно, давайте так и сделаем Удалим это И допустим, нас не устраивает этот фрагмент С четвертого по шестой такты меняется аккорд И мы хотим его перезаписать То есть в четвертом такте нам нужно сделать врезку Панч-ин Это можно сделать в режиме автозапуска мониторинга при записи Кстати, не обязательно делать правый клик на этой кнопке Достаточно просто кликать по этой кнопке И режимы мониторинга будут переключаться Когда кнопка вот так отжата, мониторинг выключен Если снова нажмем ее, она выглядит вот так Мониторинг включен А если нажмем еще раз, мы окажемся в автоматическом режиме Мы видим, что сейчас мониторинг на автомате Просто глядя на то, как выглядит данная кнопка, мы можем понять, в каком режиме мы находимся Не обязательно делать правый клик В автоматическом режиме мы можем сделать врезку в уже существующую запись Это называется панч-ин И сигнал мы услышим только тогда, когда начнется эта врезка Все остальное время будет проигрываться то, что мы записали до этого Вот этот фрагмент На четвертом такте у нас будет панч-ин А на шестом панч-аут Врезка закончится Мы сделали панч в заданном фрагменте Как видите, риппер при этом создал новый тейк, дубль Вот этот внизу Так мы можем выбрать наиболее удачный дубль Если мы кликнем по новому тейку, мы сможем его прослушать А если кликнем по старому, можем послушать его Так риппер работает по умолчанию Если нас это не устраивает Если мы не хотим, чтобы при каждом панче создавался новый тейк, мы можем это изменить Зайдите в меню Options Во вкладке новая запись накладывается на имеющиеся медиа айтемы Поменяйте создавать новые тейки на вырезать имеющиеся айтемы под новыми Режим пленки Активируем этот режим Отменим данный панч И снова сделаем панч В этот раз новый айтем будет помещен прямо сюда Включу метроном Теперь записанный фрагмент размещен на той же самой дорожке Это теперь не отдельный тейк И мы можем отредактировать его вот здесь Зажав клавишу Shift, мы можем перемещать его границу Эта линия называется Crossfade Но есть и другие режимы панча Сейчас у нас был нормальный режим Мы можем их выбирать в меню Options Сейчас у нас режим записи нормальный Следующий режим называется Auto Punch в выделенной области Давайте выберем его Теперь врезка произойдет в выделенной области Давайте выделим область Устанавливаем курсор на линейке и просто протягиваем его с четвертого по шестой такты И если мы кликнем на линейке вот здесь, то трек начнет проигрываться с этого места Но врезка произойдет только в пределах выделенной области Потому что мы активировали режим Auto Punch в выделенной области Давайте сделаем этот панч И мониторинг у нас в режиме автозапуска при записи Теперь будет достаточно просто нажать кнопку записи Нам не нужно самим делать панч Рипер его сделает сам в выделенной области И теперь мы можем отрегулировать начало панча Делаем зум, зажмем Shift и можем перемещать CrossFade Поставить его раньше или позже Можем отредактировать и конец панча Найдем его и сделаем зум И можем перемещать конец панча вот так Послушаем Звучит неплохо Мы также можем сделать панч в пределах выделенного айтема То есть если ваш айтем разрезан на несколько айтемов, как у нас Мы можем сделать врезку на месте выделенного айтема Зайдем в Options И выберем режим записи Auto Punch в выделенном айтеме Теперь панч произойдет в выделенном айтеме Этот режим хорош тем, что мы можем сделать несколько врезок Давайте сделаем новые айтемы, разрезав имеющиеся Нажмем клавишу S в этом месте И вот здесь Теперь выберем нужные айтемы Клавиша Shift тут не подойдет, потому что она выделяет все айтемы, расположенные рядом друг с другом Но при нажатой клавиши Ctrl, если вы на PC и Command, если вы на Mac Можно выбрать вот этот айтем и этот И тогда наш панч будет на месте этих двух айтемов Это здорово, когда за один раз нужно сделать несколько панчей в разных местах Кликнем на линейке вот здесь Отсюда начнется воспроизведение Это важный момент, потому что если мы кликнем вот здесь То выделение с айтемов снимется Нам это не нужно Поэтому клик делаем только на линейке Теперь записываем И панчи будут только на месте выделенных айтемов И вот у нас две новые врезки, новые айтемы И снова мы можем отрегулировать их границы Начало врезки вот здесь И конец врезки вот здесь То же самое и с этим айтемом Фрагмент будет звучать слитно Мы не слышим моменты врезок Звучание цельное Нужно еще сказать, что вот здесь внизу можно сделать правый клик на кнопке записи И выбрать режим Делаем правый клик и видим, что мы в режиме автопанч в выделенных айтемах Но в этом же меню мы можем включить нормальный режим Если хотим сделать панч вручную Видите, внешний вид кнопки записи изменился Еще правый клик Автопанч в выделенной области Теперь кнопка записи выглядит вот так Или автопанч в выделенных айтемах Кнопка тогда выглядит вот так Просто так сразу видно, в каком вы режиме Говоря о режимах мониторинга и входах, нужно отметить, что можно изменить настройки по умолчанию так, чтобы при создании нового трека он уже не будет Он уже был настроен так, как нам нужно Давайте это удалим И зайдем в Preferences Вот в этой вкладке Настройка трека и посылов по умолчанию В разделе Проект Мы можем задать настройки по умолчанию для вновь создаваемых треков По умолчанию для каждого нового трека установлен первый вход Но вот здесь мы можем это изменить Поставим вместо него вход микрофона акустической гитары Мы можем также задать режим мониторинга, вот здесь По умолчанию мониторинг выключен Но мы можем задать режим входного мониторинга Или же автозапуск при записи Давайте его выберем Теперь каждый создаваемый трек будет иметь вот такие настройки И нам не придется совершать дополнительные манипуляции Создадим трек Вход уже настроен Это микрофон акустической гитары И мы уже в режиме автомониторинга Если мы что-нибудь запишем Мы будем слышать сигнал только во время записи Это экономит наше время Еще нужно рассказать о том, что мы можем изменить то, как даются имена аудиофайлам Сейчас в имени файла содержится название трека и целый ряд цифр Это задается в окне Preferences Зайдем во вкладку Запись Изменить порядок присвоения названий аудиофайлам можно в этом поле Для этого нужно определить подстановочные знаки, Wildcards Среди них номер трека, трек, год, месяц, день, час, минута Вот что означают эти цифры Если вы хотите более простые названия Просто поменяйте подстановочные знаки Удалим тут все И выберем подстановочный знак Например, трек, имеется в виду его название Теперь записанный медиа-айтем будет назван по имени трека Акустик гитар Акустик гитар 4 Акустик гитар 5 Акустик гитар 6 Это проще названий, установленных по умолчанию Короче, вот так производится запись в Reaper Теперь давайте перейдем к редактированию Поехали 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 Продолжение следует...